Всех приветствую, с вами Сергей Янченко, и сегодня с вами поговорим о технике для сада. Итак, а как выбрать нужный опрыскиватель, нужного производителя под свои цели? Если вы являетесь садоводом-любителем, то в принципе при небольшом саде, до 15 соток, вам абсолютно не нужен бензиновый опрыскиватель, можно ограничиться аккумуляторным. Аккумуляторный опрыскиватель тоже делится на несколько категорий по своей мощности. Вот данный опрыскиватель компании Greenworks, этому опрыскивателю уже 3 года. Единственное, что тут летит, это аккумулятор, который периодически приходится покупать, и зарядное устройство. Сам опрыскиватель достаточно надежный, идеально, как я сказал, подходит для растений примерно до 2,5 метров в высоту. Я могу смело его рекомендовать. Чем он удобен? Он удобен своей легкостью, потому что он имеет вес в несколько раз ниже, чем бензиновый опрыскиватель. Он имеет очень удобную регулируемую штангу. У нас вот этот без выдвижной, но есть еще и выдвижная штанга переделанная, которая позволяет работать на высоте до 3 метров. Он имеет маточные наконечники, которые регулируют ширину подачи нашей дисперсии. Очень удобно работать с кустарниками среднего размера до, например, дерен, спирея, лещины. Да даже вот такой клен можно обрабатывать, но уже прибегая к стремянке. То есть, единственный минус в том, что он не берет у нас большую высоту. Надежная рабочая лошадка. А как вы видите, он у нас не показной, не образцовый, весь химии, весь такой уже пожелтевший от работы, но тем не менее, такой рабочий экземпляр. Если вы являетесь все-таки собственником усадьбы, так скажем, от 30 соток и выше, то непосредственно вам нужен будет и обязательно бензиновый опрыскиватель. В данном случае мы рекомендуем компанию Штиль. Почему? Потому что здесь профессиональный мотор. Они удобны в обслуживании, в принципе, терпят любую нагрузку. Эти опрыскиватели практически не ломаются. Единственное, что у них выходит, это периодически наконечники, которые приходится покупать. Ну или шланги, которые тоже, в принципе, являются такими самозаменяющимися. Эта модель у нас SR420. Это младший брат профессиональных моделей. Дальше у нас есть опрыскиватель 430-й, 450-й, так сказать, вершина компании Штиль, потому что наиболее производительные и наиболее мощные моторы. Вот все три у нас имеются в компании. И, конечно же, мы Штилями довольны. Им можно опрыскать деревья, им можно развести жидкоудобрение и обработать газоны. Им можно почистить ваши лужайки, отмостки, дорожки. Потому что если он находится в пустом состоянии, незаправленном, то, используя его мощностной потенциал, можно использовать как метлу, то есть подметать. Если вы все же являетесь обладателем этого аппарата и решили использовать как универсальное оружие по работе с деревьями, то необходимо соблюдать некоторые нюансы. Если мы обрабатываем небольшие кустарники, у которых достаточно прозрачная крона, то есть они не густые по ветвлению и зеленой массе, то нужно это делать на малом газу. То есть не нажимая сильно газ, чтобы эта дисперсия не разлеталась по всему саду. То есть использовать его минимальный потенциал. У нас есть и техника компании Champion. Китайские опрыскиватели, которые в 2,5 раза дешевле, чем Штиль. Там вроде тоже стоят профессиональные моторы, но они более шумные. В выходные дни им вообще работать просто невозможно, потому что такой треск и шум, как будто истребитель пролетает. Здесь мотор значительно тише и удобнее в обслуживании. Проявляется все в мелочах. Вот в этой резине, которая удобно сгибается, в нажатии. То есть все эти мелочи при большом количестве работы играют важную особенность. И третья модель – это аккумуляторный опрыскиватель компании Cayman. Новая разработка. Он у нас уже 2 сезона присутствует. Как я сказал, он для деревьев примерно 4,5 метра. Там есть удлиняющие насадки, там более высокое давление. У этого 8,5 бар, у Cayman примерно 12-13 бар. Мощная машинка, удобная для садов среднего размера. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, я обязательно на них отвечу.